Хотите узнать, как продавать куриное филе по цене красной икры? Пожалуйста, жертвы маркетинга! Сегодня у нас вяленое мясо! Вкусы мира в перекрестке за 175 рублей продается тут знаете сколько? Знаете сколько вот в этих вот упаковочках? Они симпатичные, они действительно бросаются в глаза и хочется купить, что я в общем-то и сделал Стоят они 165-175 рублей Вот такой расклад цен на эти штучки И даже надпись на упаковке, что 35 граммов вяленого мяса равно 100 граммов куриной грудки Никак не оправдывает цену Это сколько бы она стоила изначально? 1750 рублей килограмм куриной грудки, вы такое где-то видели вообще? Да, жесть! Ну а уж я не говорю про вяленое, это около 3-4 тысяч за килограмм Ладно, друзья мои, вот такой вот бренд производит это все Кто производит-то? О, снэк тайм, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону Привет, люблю Ростов! Вот, все, контакты такие-то Состав! Давай посмотрим состав этих штучек Про цену мы поняли Мясо птицы, сушеные овощи, окей Пряности, орегано, петрушка, экстракты пряностей, антиокислитель Псилиум? Что такое псилиум? Антиокислитель аскорбинка, антиокислитель лимонной кислоты, регулятор кислотности, гидролизат куриного белка Посолочная смесь, пряности, декстроза, ну нормально Вот этот состав ничего А что тут с кавказскими? Тот же псилиум, то же самое, кстати Все, прям то же самое, только специи немножко отличаются Ну и мексиканский А, это не мексиканский, подожди, это клюква Это клюква брусника, это российский как раз вариант Я люблю Россию, написано Усилитель вкуса и аромата, вот здесь вот есть Вот видишь, вот оно принципиальное отличие И ароматизатор клюква здесь Это чертовски символично, да? Это Россиюшка! Привет, Юра! Это Россиюшка! То есть в нашем, вот тут везде на каждой пачке написано На иностранном, а внизу расшифровка Армения, я люблю тебя Вот здесь написано Тукнеро Мексико Мексика, я люблю тебя И тут просто Россия, я люблю тебя В российском, значит, исполнении у нас тут И ароматизаторы тебе И усилители вкуса А тут вроде бы как все норм Ну, за исключением вот этого самого Непонятного для меня псиллиума Давай загуглим, что это Псиллиум, это офигенно! Псиллиум, это шелуха семян подорожника Это самое полезное, что можно представить Среди добавок к еде Короче, все норм Псиллиум звучит страшно По факту хорошая вещь Ладно, давай вскроем И попробуем Эти куриные кусочки По цене икры Почти черный Для вскрытия упаковки Тут есть специальные надрезы Опа-на Так, а это что такое? Для впитывания влаги Так, второй у нас Это первый был Запоминаем, короче, кавказские ломтики Это Мама Мексика Так, а их, кстати, особо не отличишь Да, вот эти чуть пожелтей И российские С ароматизаторами И всяким таким Пусть будут здесь Почему российские выглядят реально хуже, чем все остальные? Вот эти какие-то с клюквой С клюквой эти Без клюквы То есть выглядят они плюс-минус одинаково Ну реально Россия, я люблю тебя Выглядят стремней всего Я не знаю почему Вот такие ломтики За 175 рублей Ты получаешь Ладошку вяленого мяса Хорошо живем? Честно говоря, я бы не сказал, что это прям вяленое Оно очень высушенное Это ближе к чипсам, наверное То есть вяленое, но все равно Какую-то влажность Хоть немножко доимеет Давай начнем С кавказских Вот когда уже Курица вступила В химическую связь С твоей слюной Начинает появляться Какой-то вкус Но к тому моменту Когда ты его начинаешь чувствовать Ты уже кусочек доел Ну, я бы не хрен знаю Слушайте, эта штука очень просто готовится Берете обычный дегидратор Вот, которым вы Фрукты, овощи, да После лета высушиваете Для того, чтобы компоты потом делать, например С такими решеточками И делаете вот эти снеки Я вот дома готовил такие снеки Год-два назад И как-то мясо по ощущениям Оно было Ну, оно продолжало оставаться мясом Несмотря на то, что оно было уже Обезвожено практически Но вот здесь оно Оно как будто обезвожено на 100% Я понимаю, что не на 100% По факту, наверное, процентов Наверное, на 90-95% Потому что, если бы на 100% Это был просто порошок Здесь все-таки какая-то влага в них есть Но мне кажется, слишком Вот перебор прямо Это русская Очень дискомфортно Здесь сухие края Они царапают Между зубов попадают Короче, отстой Что касается вкуса Это чистый маркетинг По большому счету Вкус в этом продукте Не играет никакой роли Это очень и очень второстепенно Потому что, вот серьезно Я ел один за другим По большому счету Плюс-минус одинаковое ощущение Ну, прям колется внутри Ну, конечно, было бы неплохо Сейчас, наверное, снимать этот обзор Так, как надо снимать этот обзор Но я сильно не употребляю Но если бы здесь на столе стояла Там бутылочка пенного Возможно, я бы это и съел Но мне Человеку старой закалки Гораздо приятнее было бы Честно Взять просто тараньку какую-нибудь Воблу Об коленочку И вот это все Чтоб там прям влажный Или лещ О, лещ, лещ, ребята Берешь и прям вот кусочек отрываешь Боже мой Как это вкусно Это шиняк, серьезно Сухая Сухая Блин, мне кажется Слишком неправильно Приготовленная Фигня Я не знаю Можно ли делать это блюдо По-другому Но, по-моему, ребята Все-таки Вы как-то передерживаете То есть, но Вот если бы оно было Чуть более мягкое Было бы приятно есть А так фигня В общем, 1750 рублей За килограмм курицы Не надо покупать Друзья мои Купили куриной грудки Посыпали паприкой Не знаю Сушеным перчиком Там что-то всего добавили В духовочку засунули Градусов 80-100 Часов на 6 Изумительно Ну, на 6, наверное, мало На побольше надо У вас то же самое Все будет по цене Блин, в 10 раз дешевле Это маркетинг Это чисто Втюхивание Я против таких вещей Мне не понравилось Это невкусно Это сделано Не так, как я бы хотел И, в общем, слишком дорого Вкусы мира Оценки Какие у нас оценки? Вкус Натуральность И цена По вкусу я поставлю Единицу Мне не понравилось Натуральность Ну, в принципе, натуральна Там, за исключением Кое-каких ароматизаторов 4 балла Получает у нас этот продукт Ну и цена Блин Почти 2 косаря За килограмм Куриной грудки Алло Хорош В общем, тоже единицу ставлю В целом мне продукт Не понравился Он дорогой Неадекватно Он Вкуса особого не имеет По консистенции Он никакой Короче, не брать Несмотря на красивую упаковку Вот такое мое решение Жуйте что-нибудь другое В область себе Насушите Лучше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok